Всем привет! Вы на канале Морозова, и в этом видео я сделаю обзор своего шкафчика в Fortnite. Но! Перед началом этого видео не забывай подписываться на мой телеграм-канал, там узнаешь все новости о моих стримах, видео и так далее. Излетай ко мне на стримы на Twitch, стримляю каждый день разные игры, не только Fortnite, так что я жду тебя. Но также у меня есть собственный тег-автор в магазине предметов, я буду очень рад, если вы ведете мой тег-автор Морозова в магазине предметов перед любой покупочкой. Если вы будете что-то покупать, то не забывайте мне присылать скриншоты в мой Discord. Ну а вот те люди, которые отправили мне скриншоты. Спасибо вам огромное за то, что поддерживаете меня и мой канал. Вот. Это уже не первое видео на моем канале, где я снимаю и показываю вам свой шкафчик. Я точно такое же видео снимал год назад, но за год у меня появилась еще куча скинов, кирок и так далее. И хочу я вам сейчас их всех показать. Итак, вообще, познакомимся я с Fortnite в далеком пятом сезоне первой главы. Я начал в него играть прям регулярненько и с того момента по сей день вообще не ливал ни с игры, ничего не делал. Постоянно в нее играю, покупаю боевые пропуска, скины, дарят мне скины. Кстати, спасибо вам огромное за подарки. Первый мой боевой пропуск вообще начался с восьмого сезона, потому что он был бесплатным. Я тогда играл полностью первую главу на телефоне. То, что было очень тяжело и в целом на айфонах стоил очень дорогой донат. И я не решался покупать какие-то стартер паки за 700 рублей. Ну и, понятное дело, 1000 вебаксов там стоило 1200 рублей. По мне, как-то дорого за какую-то валюту было отдавать. Поэтому я фармил с бесплатных боевых пропусков вебаксы, либо же вот получил в восьмом сезоне первой главы боевой пропуск бесплатно за испытания. Ну что ж, начнем наш обзор шкафчика, наверное, с самого неинтересного. Это с новых вкладок по типу треки, транспорт, инструменты, лобби и так далее. И закончим уже скинами, обертками, эмоциями и разными другими штуками. Итак, первая вкладка это у нас треки. Данная вкладка у нас вообще появилась недавно, с выходом пятой главы, потому что у нас появился новый режим под названием Fortnite Festival или что-то такое. Там нужно петь, разных на барабанах, на микрофонах, короче, разными такими штучками заниматься. Я особо в него не играл, сыграл, наверное, два раза для испытаний. И все, больше в эту штуку я не заходил. По мне, говно полное. У меня треков не особо много, я их не покупал от слова совсем. Я знаю то, что кучу этих треков продается в магазине за 400-500 вебаксов. Я не совсем понимаю смысла покупки этого трека, потому что в этот режим я не играю. Просто в лобби поставить послушать, конечно, круто, но тратить столько вебаксов на какие-то джем-треки я не готов. Я лучше за 500 вебаксов куплю себе какую-нибудь эмоцию, какую-нибудь, я не знаю, там, кирочку, обертку и так далее. Это, наверное, все у меня бесплатные джем-треки. Всего у меня 11 треков. И, как я вижу, половина вот FNKS, еще FNKS, за какое-то испытание, за зимний фестиваль, AstroWorld какой-то, ну и так далее. Лучше вы пишите в комментарии, покупаете ли вы джем-треки и вообще, как вы считаете, нужна эта тема или нет. Ну а мы переходим к следующей вкладке. Далее у нас идет вкладка транспорт. У меня есть одна покупная машина, называется Циклон. Мне эту машину подарили, потому что сам я не готов тратить миллиард вебаксов на эти машины. Потому что цены, извините, очень большие на тачки в Фортнайте. Да и не в Фортнайте, а везде. Например, Ламборгини стоит 3 500 вебаксов. Вы что, а Шарли Велиза такую цену вообще, я не понял. Так что транспорт я особо не покупаю, никакие машины. У меня есть всего лишь три машины. Это из боевого пропуска. Вот такая вот Слей. Далее Циклон, который я сделал красным, чисто молния Маквин. И обычный Октейн. Мне кажется, эта машина есть у всех. Мне кажется, она просто всем выдается. В машине из боевого пропуска мне очень сильно нравится звук машины. Как она ревет прям. Но как выглядит, мне не особо нравится. Но точно такая же ситуация, только наоборот. Это с покупной машиной, с Циклоном. Мне очень сильно нравится, как она выглядит. Но звук ее двигателя отстой полный. Ну, Октейн это Октейн. Дефолт. Просто хорошая машинка. Бесплатная, у каждого есть. Далее у нас идет вкладка Декаль. Как я понял, Декаль это просто какие-то рисунки на машинах. И все. Всего у меня этих рисунков 17. Их я получил либо же за выполнение испытаний вот эти вот гонки какие-то, где тоже можно было скинчик получить бесплатно. Не знаю, до сих пор можно получить или нет. Вот. Либо же за покупку как раз вот этого вот Циклона. Когда мне его подарили, мне еще дали кучу каких-то вот этих рисунков. Но их я не использую. Я считаю, что это вообще какой-то колхоз. И выглядит это лучше просто, просто вот машина. Без всяких рисунков. Я думаю, это самое лучшее вообще, что есть. Далее идет у нас колеса. Колесо всего лишь у меня одно. Я не знаю, как получить другие колеса. И, по-моему, у этого, да, у этого колеса есть три цвета. Эти, по-моему, цвета тоже можно выполнять за то, что ты играешь в режим новый. Rocket Racing. Но я в этот режим не играю. Я только получил скин, и все. Больше я в этот режим не захожу. Как по мне, круто, но слишком долго апается ранг, и мне просто надоело. Плюс там вообще какие-то задроты играют. Далее у нас идет вкладка шлейф. По-моему, эта вкладка у нас появилась совсем недавно, с прошлым обновлением. Это тот дым, который у нас показывается при дрифте. По-моему, у него также будет скоро куча стилей. Я видел там и зеленые, и розовые у кого-то. Но у меня просто обычный дымок. В складке транспорт мы, пожалуй, закончили. Пишите в комментарии, сколько вообще у вас машин. Покупаете ли вы машины, или это так же дорого, как я и считаю. Ну, знаю то, что у моих зрителей и друзей кучу машин, особенно Lamborghini за 3500. Вообще нормально и такое покупать. Далее у нас идут вкладка инструменты. Это такая же вкладка, которая используется для предметов, для специального режима Fortnite Festival. У меня нет ни одного покупного предмета для данного режима, ни одной гитары, ни одной бас-гитары, ни одних барабанов, ни клавиатур, ни микрофонов. У меня абсолютно бесплатные награды. Не знаю, откуда банановый десерт, по-моему, с мини-бп, с викиндом. Особо не знаю. Не покупал, покупать точно не буду, потому что данные вещи стоят как пол моей квартиры. Давайте я вам сейчас просто пролистаю все эти предметы, вы просто посмотрите и все. Мне просто не хочется об этом говорить. Бас номер один идет, потом барабаны гаражная классика, микрофон, просто обычный микро, клавиатура вечная классика. Также пишите в комментарии, есть ли у вас какие-то покупные барабаны, инструменты и так далее. Будет интересно посчитать. В целом, есть такие люди, которые это покупают. Я знаю то, что точно есть такие люди, которые покупают. Так что, если это вы, то вообще адекватный. Переходим к следующей вкладке. Это лобби. Тут у нас идет флаг, музыка в лобби и экраны загрузки. Давайте, наверное, начнем с флагов и закончим экранами загрузки. Я на постоянной основе использую лишь один флаг. Это снежинка на синем фоне. Потому что я как бы морозов, там все снежное и так далее. Вот как бы поэтому. А так, в принципе, у меня куча этих эмблем за испытания, за боевые пропуска, за что-то еще, что можно получить. А, за ПВЕ, кстати, у меня есть некоторые эмблемы, которые было очень тяжело получить только за выполнение каких-то лютых прям испытаний в ПВЕ. Ну, не знаю, зачем вообще эти эмблемы нужны. Как по мне, эти эмблемы просто, чтобы покрасоваться. Либо же есть такие скинчики, по-моему, которые изменяются с помощью эмблемы. Но не шибко важно. Эмблемы так куча из боевых пропусков. Вот. Не думаю то, что стоит заострять на этом внимание. Использую снежинку. Вот и хорошо. Далее, давайте, наверное, перейдем к трекам. Музыку в лобби я не использую, потому что у меня музыка выключена. Всего пластинок у меня 129. Ни одной пластинки я сам себе не покупал. Нет, вру. Одну пластинку я себе купил. Одну пластинку я купил. Я вам чуть позже покажу. Ну, а сейчас давайте я вам пролистаю все эти пластинки. Вы посмотрите на все эти треки. Если вам будет, конечно, это интересно. А потом уже, наверное, покажу те треки, которые мне реально нравятся. Которые прям стоит заострить внимание. Итак, надеюсь, вы посмотрели все мои пластинки. Я очень сильно жду пластинку от Мажор Лейзера. Но, к сожалению, его уже не было около двух лет. Поэтому вряд ли я, конечно, дождусь. Но очень жду. Потому что тот трек я 100% хочу купить. И слушать на постоянке. А так я особо ничего не использую. Но сейчас покажу ту пластинку, на которую я потратил свои кровные 200 вебаксов. Так вот. Вот данная пластинка. Это Not Without a Fight. Это с FNKS. Мне очень сильно понравился этот трек. Просто послушайте. Я думаю, после прослушки данного трека вопросов не имеется, почему я купил данный трек. Просто имбуля. Как бы просто имба. Ну вот, давайте, наверное, закончим с вкладкой музыка. И далее перейдем к экранам загрузки. Всего экранов загрузки у меня 468 штук. Их я получал либо же за какие-то турниры, либо они шли в комплектах с какими-то скинами, либо же из боевого пропуска. Их я особо не использую прям один экран. Я нажал на кнопочку случайный выбор, чтобы каждую игру смотреть разные экраны загрузки, чтобы они не повторялись, чтобы они не приедались. Как по мне, это прикольная штука. Просто на рандом поставить, и каждую катку у тебя будет разный экран загрузки. Как по мне, это топ. Ставьте лайк, если у вас также на случайный выбор стоит. Давайте особо не будем заострять внимание на экранах загрузки. Я их просто пролистаю. Вы на них посмотрите, полюбуйтесь. И потом просто перейдем к другой вкладке и делать обзор на что-то другое. Так что вот такие у меня экраны загрузки. Далее у нас идет вкладка обертки. Всего оберток у меня 374. Обертки я покупаю, обертки я использую. Но также у меня есть еще и любимые обертки. Давайте я вам, наверное, сейчас просто представлю все обертки. И уже после этого выберу топ-5 моих любимых оберток. И уже расскажу, почему я их купил, почему я их ношу и почему они мне нравятся. Поехали. Итак, я выбрал 5 моих любимых оберток. Сейчас я их вам покажу и расскажу, почему они мне нравятся. Вот мои 5 оберток. Первая обертка это мрачные острые углы. Вторая обертка это проскучий нектар. Бескрайний космос. Изнанка. И спектральная динамика. И сейчас давайте пройдемся по каждой этой обертке. И я расскажу, почему они мне нравятся. Почему я их купил. И почему я их добавил в эту пятерку лучших оберток в моем шкафчике. На пятом месте у нас расположилась обертка. Под названием мрачные острые углы. Эта обертка была из набора, по-моему, Darkfire. Назывался Темный огонь. Вышел это в 11 сезоне наборчик. Там было 3 обертки, 3 скина, 3 кирки, эмоции, по-моему, и 1000 вебаксов. Дорогой набор, но это очень крутая обертка. Подходит под кучу крутых скинов. Плюс она переливается. Как по мне, очень хорошая обертка. И она достойна пятого места. Далее я хочу на четвертом месте расположить обертку изнанка. Изнанка это обертка из сериала Очень странные дела. Это один из самых моих любимых сериалов, которые вообще существуют на этом свете. Обертка крутая. Почему я ее не поставил ниже? Потому что есть более крутые обертки по сравнению с этой. Но это тоже максимально мрачная обертка, которая подходит под кучу хэллоуинских скинов и не только. Просто в целом хорошая обертка с анимацией. На третьем месте я хочу расположить обертку спектральная динамика. Это обертка, которая тихонечко просто переливается разными цветами. Но когда вы делаете выстрел, то цвет этой обертки меняется. То есть с каждым выстрелом цвет обертки меняется. Там синего на зеленый, зеленого на красный и так далее. Как по мне, это крутая обертка с анимацией. Так еще и во время файтов будет меняться. Конечно, может быть кому-то мешает данная штука. Но мне не мешает. Как по мне, это наоборот топ. Итак, на втором месте у нас расположилась обертка прескучий нектар. Это, наверное, самая дорогая обертка в моем шкафчике. Стоит она 700 вебаксов. Извините меня, для олигархов. Вышла она в девятом сезоне. Я ее тогда сразу же купил. Она мне очень сильно понравилась. Это эмба. Это эмба. Это просто, это просто эмба. Это, наверное, лучшая обертка с анимацией чего-то, что скользит по... Вот, что это? Что это? Это слюрп? Ну, короче, вот что-то. Вот это топ. В принципе, мне очень сильно нравится цветовая гамма данной обертки. Фиолетовый, синий, там зеленый. Как бы, ну, по моему фону видно то, что как бы синий, там розовый, красный. Нормально все. И на первом месте моя самая любимая обертка под названием «Бескрайний космос». Вышла она в магазине предметов в четвертой главе первом сезоне. И с того момента прошел уже более года. Я ее ни разу не менял. Это моя любимая обертка, с которой я играю по сей день. Каждый день. Это очень крутой космос. Мне очень сильно нравится, как она выглядит. Это не тот космос Galaxy, который вышел, по-моему, в втором сезоне третьей главы, которая девушка от Galaxy. Это не та обертка, потому что та обертка мне не нравилась из-за того, что там были какие-то синие штучки. А тут полностью космос. Полностью видна вот эта вся галактическая тема. Мне это очень сильно нравится. Так что именно поэтому эта обертка на первом месте. Далее давайте, наверное, перейдем ко вкладке «Эмоции». Всего эмоций у меня 1211 эмоций. Это включая граффити, ну, сами эмоции, разные эмодзи, граффити, игрушки и так далее. Но мы, наверное, будем рассматривать только танцы, потому что это все интересно. А граффити, эмодзи и так далее, это не особо интересно. Их я получил также либо за какие-то турниры, либо за испытания, либо с боевых пропусков. Ничего я сам себе не покупал в плане эмодзи и граффити. Всего именно эмоций у меня 461. Давайте я вам их сейчас всех покажу и также выберу топ-5 моих любимых эмоций. И также расскажу, почему они мне нравятся и почему я их купил, собственно. Итак, надеюсь, вы успели насладиться всеми моими эмоциями. У меня куча эмоций и звездной серии, и синих эмоций, и фиолетовых, и зеленых. Потому что эти эмоции вы чаще всего дарите именно вы, зрители. Спасибо вам огромное за подарки. Потому что сам себе я покупаю очень, ну, вообще крайне редко какие-то эмоции. А если я покупаю, то это эмоции только звездной редкости. А какие-то там зеленые, синие, фиолетовые я особо себе не покупаю. Потому что звездные, это и есть звездные эмоции. Как бы они не часто выходят, плюс, мало ли, там кого-то забанят. Так что будет плюс-эксклюзив, как говорится. Я выбрал 5 моих любимых эмоций. Давайте, наверное, начнем с эмоции «Хочу в пляс». Вот такая вот эмоция. Вышла она в магазине предметов в 8 сезоне. Я ее сразу же купил. Это моя первая покупная эмоция. Мне она очень сильно понравилась. Это прям топ-эмоция на то время. Да и сейчас, в принципе, я ее часто юзаю. Как по мне, хорошая эмоция достойна пятерки лучших в моем шкафчике. Далее, наверное, давайте перейдем к эмоции. Ностальгический танец. Вот так он выглядит. Этот танец я ставил в пятерку лучших, потому что он связан с моей победой на турнире бустера. Кто, кстати, не смотрел данное видео, то можете перейти по подсказке справа в верхнем углу. Можете зайти на этот видос, посмотреть, как я выиграл турнир бустера, как я вообще его отыграл. Так что обязательно залетайте и смотрите, если вы еще не смотрели. Далее, я хочу, наверное, отметить эмоцию, которая вышла в этом сезоне, в боевом пропуске, под названием «Птичка-синичка» Питера Гриффина. Я думаю, даже можно не говорить, почему я ее вставил. Тут, ну, как бы, без лишних слов. Просто отличная эмоция для Бэйма. Как бы, ставлю лайк. Далее, хочу отметить эмоцию, которая была забанена и которая больше не выйдет. Эмоция звездной редкости под названием «Максимальная крутость». Эта эмоция выходила в 17 сезоне и пробыла в магазине примерно всего лишь два дня. После чего она больше не выходила до сегодняшнего времени. Ее забанили за то, что дети, которые покупали данную эмоцию, стали петь песню. И те слова, которые были заблюрены в эмоции, кстати, фортнайтовской. Там «Биг Пусси Э» забанино, как бы. Ну, заблюрено. Но дети все равно пели, как в оригинале. Поэтому эту эмоцию Эпик Геймс решили забанить и больше не выпускать. Как по мне, эмоция крутая, с крутыми движениями, с крутой музыкой. По поводу этой эмоции и всей ситуации можете написать в комментарии. Как по мне, эмоцию забанили просто так. Ну, а что дети поют? Ну, пусть поют. Далее, наверное, хочу отметить самую хайповую эмоцию в фортнайте, которая есть на данный момент. Эта эмоция, конечно же, «Гэд Гриди». Тут как бы тоже без комментариев. Просто хорошая эмоция на хайпе. Просто топ. Итак, с вкладкой эмоций мы, пожалуй, закончим. Далее у нас идут скины, рюкзаки, кирки и дельтапланы. Давайте перейдем к самому сочному. Итак, мы перешли ко вкладке «Персонаж». Тут, оказывается, есть еще вкладка под названием «Зажигаем». Ой. Под названием «Аура» и под названием «Воздушный след». Наверное, с этого и начнем. Всего аур у меня две. «Космическая вспышка» и «Зажигаем». Это у нас тоже специальные штучки для фестиваля «Фортнайт», для нового режима. Я туда также не захожу, как я уже говорил раньше. Ну, ауры прикольно выглядят. Топчик. Если можно было бы использовать в КБ, было бы круто. А так, просто бесполезны какие-то предметы. Далее у нас идет вкладка «Воздушные следы». Всего воздушных следов у меня 121 штука. Их я также получил либо же за какие-то испытания, либо с боевых пропусков, либо они шли в комплекте с какими-то скинами, либо с наборами шкафчиков. Давайте я вам сейчас просто пролистаю все воздушные следы. Топ-5 я показывать не буду, потому что у меня они все стоят на случайном выборе. Я знаю то, что многие их не используют. Мне по кайфу, пока летишь. У тебя какие-то там эффектики, какие-то ночные бабочки летают там и так далее. В целом, прикольно. Пойдет. Вот, в принципе, и все мои следы от падения. Давайте перейдем, наверное, к одному из самых сочных. Это к дельтапланам. Всего дельтапланов у меня 281 штука. Дельтапланы я и покупаю, и лутаю из боевых пропусков, и за испытания, и вы дарите, и так далее. И сейчас сделаем на них обзор, и также выберу топ-5 моих лучших и любимых дельтапланов. Давайте я вам сейчас просто пролистаю все мои дельтапланы. И буду останавливать только на тех дельтиках, которые мне более-менее нравятся, которых я более-менее часто использую. Ну, а потом уже также покажу топ-5 моих любимых. Звездная редкость Звездных Войнов я вообще не использую. Тут либо же гигантские дельтапланы, либо в целом неиграбельные. Я вообще в целом не люблю Звездные Войны, поэтому эта вкладка от меня отпадает. И все, на нее не обращаем внимания. Далее у нас идет дельтики Звездной Редкости. Тут я часто использую почти все дельтапланы. Например, дельтапланы Джей Бальвина. У него есть две доски. Радужная доска и заряженная доска Бальвина. Просто фиолетового цвета, подходит под кучу скинов. Топчик. И также я часто использую дельтаплан Метелица. Этот дельтаплан был от Хлои Ким. Звездный скин. По-моему, это какая-то сноубордистка из Олимпийских игр. Какая-то чемпионка. Хороший дельтик. По-моему, он стоит вообще недорого. 800 вбаксов. Как по мне, за такой крутой дельтик 800 вбаксов достойно. Хороший дельтаплан. Также часто я использую дельтаплан под названием «Пусторонняя дымка». Она шла в комплекте аж с двумя дельтиками. Пусторонняя дымка и с облачной колесницей. Но использую я зеленый дельтаплан. Мне больше нравится по цветовой гамме и по звуку. Это, по-моему, от Наоми Асаки. Тоже какой-то там теннисистки с Олимпийских игр. Вот. Хороший дельтик. Ты на нем стоишь, как на серфе. В целом, хороший дельтик с эффектами крутыми, со звуком приятным. Просто топчик. Далее идут у нас куча дельтапланов. Хочу отметить дельтаплан «Карчерный сёрф». Это дельтаплан у нас от Гамбита и Шельмы. Хороший дельтаплан. Очень тонкий. Вообще не закрывает экран. С приятным звуком и с приятным цветом и анимацией. Хороший дельтик. Также есть дельтаплан у меня «Доска серебряного сёрфера». Это максимально удобный дельтаплан, который вообще ничего не занимает. С приятным звуком, почти бесшумным. Если думаете купить какой-то просто обычный дельтаплан без звука, но как серф, можете покупать «Доску серебряного сёрфера». Вообще не пожалеете. И будете довольно-таки часто использовать. Далее у нас тут другие дельтапланы, которые я покупал, но я их особо не использую. У меня есть куча дельтапланов и по 1200 вебаксов, и по 800, но я их особо не использую. Вот. Могу отметить дельтаплан под названием «Парящий лонгборд». Этот дельтаплан у нас, по-моему, от скина «Ханна», если я не ошибаюсь. Хороший дельтаплан. Мне он нравится тем, что у него есть куча стилей. Вот, у него есть куча стилей разных цветов. Лаймовый, бирюзовый, белый, красный, оранжевый, жёлтый, там, розовый и фиолетовый. Подходит под кучу скинов, можно кастомизировать под какой-то скин, под сет. В целом, хороший дельтаплан, и он стоит, по-моему, 800 вебаксов, но я его покупал в комплекте шкафчика какого-то за вебаксов 200, поэтому ещё лучше. Далее вот такие дельтапланы. У меня есть куча зонтиков за какие-то испытания, куча зонтиков за победы. Начинаются у меня, по-моему, зонтики за победы с седьмого сезона первой главы, потому что в пятом и шестом сезоне я особо не умел играть, сидел там по кустам, боялся людей, и топа один, по-моему, не занимал. Ну, как, по-моему, зонтиков нет, значит, точно не занимал. Зонтики я использую часто, зонтики мне нравятся, но мои самые любимые зонтики это за первую главу, потому что раньше делали зонтики очень крутыми, сейчас, конечно, зонтики за победу стали с каждым сезоном всё хуже и хуже. Ну, это чисто моё мнение, можете написать в комментарии, нравятся ли вам нынешние зонтики или нет. Вот раньше, как по мне, делали круто. Сейчас зонтики все какие-то однотипные, какие-то страшные, какие-то звуки у них неприятные, а раньше делали всё добротно. Итак, как я вам обещал, я добавил топ-5 моих любимых дельтапланов, и сейчас я вам их покажу. Вот моя пятёрка лучших дельтапланов. Это Нео-зонт за победу в девятом сезоне. Очень крутой зонтик, прозрачный, с офигенным звуком. Как по мне, один из самых вообще лучших дельтапланов в игре. Далее у нас идёт зонтик Икс, за сезон как раз Икс. Хороший зонтик с следом сине-фиолетовым, когда летишь у тебя сзади, след идёт такой полосочкой неоновый. Хороший дельтик, тоже с приятным звуком, ну и с приятными цветами и, в целом, эффектами. Хороший дельтик. Далее у нас идёт дельтаплан Коралл. Этот коралл я выбрал пятёрку лучших, чисто из-за звука и внешнего вида. Тут, как бы, я думаю, у каждого почти есть данный дельтаплан. Просто кайфучий дельтаплан, чтобы полететь и, когда летишь, просто расслабиться от данного трека. Про этот дельтаплан я уже говорил, почему я его использую. И точно так же я говорил про метелицу. Почему я его использую, почему он мне нравится. Вот и вся, в принципе, моя пятёрка лучших дельтапланов. Также пишите в комментарии, какие дельтапланы ваши любимые. Вообще, покупаете ли вы дельтапланы, или, может быть, вы только их утаете с БП, либо бесплатные какие-то дельтики. Будет интересно потом почитать. Так что обязательно пишите, не забывайте об этом. Далее у нас идёт вкладка кирок. Всего кирок у меня 526 штук. Как по мне, это очень много. Кирки я покупаю. Кирки я прям люблю покупать, потому что за кирки я готов бегать вечно, а вот за скинчики я не готов бегать вечно. Скинчики я всегда меняю, а кирки я могу прям долго с киркой бегать. И она мне не перестанет нравиться. Вот. Давайте я, наверное, не буду сейчас заострять на каждой кирочке внимание. Точно так же вам все эти кирки пролистаю. Вы посмотрите. И уже далее я отмечу 5 моих самых любимых. Вот такие вот кирки, звёздные редкости, игровые редкости, снежные DC, Marvel кирки, легендарные фиолетовые кирки, Кайло вон вижу. Куча, 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 у меня Минти есть. Итак, в свою пятёрку я хочу добавить кирку под названием Молот Семи Колец. Это у нас кирочка от Арианы Гранде. Выходила она в 17 сезоне. Как по мне, хорошая кирка с крутым эффектом и звуком, но, к сожалению, она большая. Она гигантская, но крутая. Так что, если думаете купить какую-нибудь кирку с крутыми эффектами, то это про неё. Это вот именно про эту кирку. По-моему, она стоит 800 или 1200 вебаксов. Точно не помню, не могу сказать. Ещё я хочу отметить кирочку Бита Харли. Это, наверное, моя самая любимая кирка, которая есть вообще в игре. Эта кирка подходит под каждый скин, под каждый сет. Она подходит буквально подо всё. Это очень миниатюрная кирка. Стоит она 800 вебаксов. Если у вас будет возможность купить эту кирку, без сомнений, сразу же покупайте, когда выйдет Харли Квин, либо же серия DC. Обязательно к покупке. Это даже вообще не обсуждается. Но если будете покупать, то гавтора морозов как бы. Далее я хочу отметить кирочку Карамельная Кайлон. Крутая кирка. За каждое встроение у вас загорается лампочка. Стоит эта кирка 1500 вебаксов. Конечно, не каждый фортнайтер может себе позволить купить данную кирку. Особенно те, кто не донатит фортнайт, либо же у кого нет ПВЕ. Выходит она обычно на Новый год, Рождество. Но в этом году, по-моему, она вышла всего лишь на один или два дня. Эпики почему-то её не стали выпускать. Как и большую часть скинов и предметов. Ну, я знаю то, что многие хотят эту кирку. Многим нравится эта кирка. Кирка топовая. Если будет возможность купить её, когда она выйдет в магазин предметов, я бы вам советовал её купить. Кирочка прикольная, довольно-таки миниатюрная, с приятным звуком и с приятной анимацией. Далее, наверное, хочу отметить кирочку Холодок, либо же Минти. Это эксклюзивная кирка. Это просто резкин карамельного кайло. Просто сделанным с другими эффектами. Более такая какая-то фиолетово-бирюзовая. Какого-то такого цвета. Очень прикольный у неё звук. Очень крутые эффекты. Данный код на эту кирочку мне подарил подписчик, который жил в Испании. Не знаю, смотрит ли меня этот подписчик до сих пор или нет. Если смотришь, что спасибо тебе огромное за данный код. Было очень приятно его получить. Я вообще думал, что это скам лютый какой-то. Но спасибо огромное за данную кирочку, за подарок. Топчик. Далее я, наверное, ещё хочу отметить кирочку Всевидящее Око. Это была кирка на лютом хайпе в первой главе. Я помню, её покупал либо в восьмом, либо в девятом сезоне. Крутая кирка. С крутым звуком. Особо не мешает. И подходит под кучу скинов. Хорошая киберспортивная кирка. Что ещё сказать? За 800 вебаксов самое то можете брать. Звёздный жезл не смотрим. Ну, и так понятно, что это топчик. Хочу, наверное, отметить какую-нибудь не особо дорогую кирочку. Например, как сосулька. Осталось её только найти. Вот. Сосулька это очень, очень крутая дешёвая кирка. Стоит она 500 вебакса. Вышла она в седьмом сезоне. И неважно, на каких настройках вы играете. Либо же вы играете на производительности. Либо вы играете на средних настройках, на низких. Либо же на максимальных. На каждых настройках у этой кирки будет офигенный эффект. Офигенный след. И в целом, это прикольная кирка за 500. Просто хорошая сосулька, кирочка. Самое то для покупки. Если у вас нет кучи вебаксов, и вы хотите просто красивую кирку, то можете брать именно её. Ну, и напоследок я хочу, наверное, отметить кирочку Ледоруб. Это, наверное, была одна из моих самых первых покупных кирок. Она, во-первых, дешёвая. Во-вторых, она киберспортивная. В-третьих, удобная, с тихим, довольно-таки, звуком. Приятная в целом кирка. Если хотите покупать, покупайте. По-моему, выходит она часто в магазине предметов. Советую. Для киберспорта самое то. Далее, давайте, наверное, перейдём к рюкзакам. Рюкзаков у меня всего 635 штук рюкзаков. Их я лутаю точно так же. Либо из боевых пропусков, либо из скинов в магазине, либо же сам покупаю некоторые рюкзаки, которые просто отдельно продаются. Либо за какие-то испытания. Давайте я вам сейчас буду просто их листать и отмечать те бэкпаки, которые я использую и которые мне нравятся. Я обычно в целом не использую рюкзаки, потому что они мне мешаются. Иногда есть настроение надеть какую-нибудь, я не знаю, там, свинку от Арианы Гранде. Там и кайфовать под неё, что-то играть. Ну, такое, конечно, редко случается, но бывает, бывает. Ну и как раз первый бэкпак, который я хочу отметить, это, пожалуй, поросёнок Смолс с коллаборацией с Арианой Гранде. Как по мне, это топ. Это просто топ. Как бы вы просто посмотрите на данный бэкпак. Далее у нас ещё идёт точно такой же поросёнок Смолс, только он уже отдавался отдельно за 400 бакса. Выходил он на Хэллоуин в 18 сезоне. Он тоже прикольный, но нравится мне больше первая, потому что она более яркая, а этот такой какой-то... Далее у нас идёт рюкзак Пауэр Молния. Это скин от... Это рюкзак от Лачлана. Я пообещал то, что буду за неё бегать всё время, но побегал за неё два месяца, и она мне перестала особо сильно нравиться. Но хорошая молния. После устранения она... От неё отходят разные молнии, плюс она светится ярче от устранений. Хороший рюкзак. Пойдёт. Далее я хочу, наверное, отметить рюкзак Амогус. У этого Амогуса есть куча стилей разных цветов. Там зелёный, синий, розовый и так далее. Но помимо этого, когда вы умираете, издаётся звук, как при убийстве в данной игре. Как в Among Us вы кого-то убиваете. Вот точно такой же звук издаётся. Плюс он начинает там бэймить, танцевать, когда вы умерли. В целом, хороший бэкпэк. Рофильный. Не знаю, можно ли его до сих пор получить или нет. Раньше можно было его получить, либо если вы купите игру в Epic Games Store, либо же вы купите, по-моему, валюту в Амогусе, вот в этом. Валюта, по-моему, стоит рублей 30. Я, по-моему, за 30 рублей покупал данный рюкзак в официальном магазине Epic Games. Не знаю, посмотрите, есть ли до сих пор эта акция. Если есть, то как бы стоит и купить данный рюкзак. Далее хочу отметить монетку. Золотая монета. Это у нас монета с испытаний Джон Вика. Вышли эти испытания в девятом сезоне. На данный момент эту монету никак не получить, не купить никак. Это эксклюзивные награды за испытания. Я знаю, многие её хотят. Я знаю, даже многие киберспортсмены его используют. Этот рюкзак, как, например, Мистер Сэвэдж. Хороший рюкзак. Подходит под многие скины. Золотые. В целом, прикольная монета. Топчик. Даже не знаю, что ещё можно вам отметить из рюкзаков. Потому что я их особо не использую. Например, Клевер. Данный рюкзак я получил при покупке скина. Я купил скин только ради этого рюкзака. Я думал, что я буду киберспортсменом. Вся просто власть, вся сила в ранкеде. Ну, в то время в арене. Будет у меня. Но, как я был батом, так и остался. И рюкзак мне ни в чём не помог. И в целом, я его не использую. Просто так просрал 1500 баксов. Но пусть будет. Пусть будет. Я думаю, не у каждого есть данный рюкзак. Пусть будет. Далее я хочу, наверное, отметить вот эти вот два рюкзака. Это выигрывшие пиксели и голография. Это те рюкзаки, которые можно кастомизировать с помощью эмодзи. У меня есть куча эмодзи, которые можно закастомизировать и использовать с каким-то скинами, сетами и так далее. Но использую я его крайне редко. Почему я отметил именно два рюкзака, а не один? Потому что именно выигрывшие пиксели можно использовать не просто обычные статичные стикеры, но и стикеры, которые с анимацией. И при устранении анимация будет как раз и воспроизводиться. Так что, как по мне, хороший довольно-таки рюкзак к многим скинам подходит. Далее можно отметить крылья разлома. Эти крылья можно получить от скина вестницы разлома, которая вышла в восьмом сезоне. Хорошие крылья, в принципе, ко многим скинам подходят. Также у меня есть эксклюзивный рюкзак, который больше никогда не выйдет в магазине предметов. Называется «Счастливый 2022 года». Он выходил как раз с 2021 года на 2022. И больше в магазин не выйдет этот рюкзак, никогда не появится. Хороший эксклюзив. Сейчас уже, конечно, не в тему использовать его, потому что уже 2024 год. А так, как память, пойдет. Дальше у меня есть разные подсолнухи, клеверы за 200, потому что я раньше не мог себе позволить купить клеверы за 1500. Поэтому я довольствовался только тем, что покупал данный бэкпэк за 200 вебаксов. Не знаю, жеза для вас или нет. Если жеза, то пишите об этом в комментарии. Но такое было, да. Далее давайте, наверное, перейдем к самому сочному того, что вы... К тому... Давайте, наверное, далее перейдем к самому сочному тому, что вы ждали на протяжении всего ролика. Это к скинам. Итак, скинов всего у меня 652 скина. Не знаю, много это или мало, но, как мне говорят, то, что это куча скинов. Скины я получаю либо же в подарок, либо покупаю сам, но что я делаю крайне редко, потому что все вебаксы, которые у меня есть, я либо же делаю розыгрыши в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь обязательно, если вы еще не подписаны. Либо делаю на них кастомки, либо еще что-то. Короче, вебаксы особо меня не задерживаются на аккаунте. Я их либо кому-то дарю, либо иногда сам себе покупаю. Так что обычно дарите вы обычно мне эти скины, либо же я их лутаю с БП. Есть у меня куча редкостей скинов. Давайте я вам просто буду все скины показывать. Говорить, за какие скины я бегаю часто, за какие я вообще не бегаю и так далее. О скинах я хочу поговорить подольше, потому что это, наверное, самое интересное, о чем стоит как раз разговаривать. Редкость Звездных Войнов. Я от слова совсем не использую, не люблю, но у меня есть падме, которую мне подарили. За нее я побегал, мне она нравится. Хороший скин, довольно-таки красивая деваха. Но так как я, в принципе, хейчу Звездные Войны, потому что они мне вообще не нравятся и меня бесят, потому что каждый сезон коллаборации с ними и в магазине они висят по месяцу. Как бы мне не нравится данная коллаборация, но скин хороший. Скин хороший. Далее у нас идет Звездная Редкость. Тут я использую довольно-таки кучу скинов. Ариана Гранде использую очень часто, это очень хороший скин. Красивая женщина с двумя стилями, обычная и богиня разлома. Но богиня тут факты, очень красивый скин. Далее идут у меня два Джей Бальвина. Хорошие скины, но я их не так часто использую. Далее Леброн Джеймс, обыкновенный и Леброн Джеймс, космический джем. Их я не использую, но их я покупал сам. Это хорошие скинчики, которые давным-давно не появлялись в магазине предметов. Чисто как для коллекции, нормально. Потом Марша у нас идет. Патрик Махомс, который я смог получить за турнир. Я выиграл турнир на данные два скина. Турнир был, по-моему, не особо сложным, в нулевой высоте в сквадах. Хороший скинчик, за бесплатно самое то. Потом идет у нас Охотник Ларой и обычный Кит Ларой. Я их точно так же получил за турнир. Кит Ларой мне нравится этот скин. Я этот скин как бы часто использую, бегаю за него, именно вот в данном стиле, в кепочке, вот в этой вот розовой шляпе. Чувствую себя как будто на Техасе. Потом разные Эминемы, которые недавно выходили, которые Slim Shady просто отрыв всего. Это очень крутой скин. Ну и разные скины стримеров, которые я часто использую. Например, Лузерфрут. Почему я ее использую, можно как бы не говорить. Просто хороший скин, красиво нарисовали. Приятно играть за него. В принципе, хороший скин. Далее у нас идет Зловещая серия. Тут я особо не бегаю за скины, за эти. Дальше Лавовая серия. У меня мало скинов Лавовой серии, тоже не играю. Ну и Легенды видеоигр. У меня есть скины из Аркейна. Вай из Аркейна и Джинкс. Знаю то, что эти скины очень сильно хотят. Эти скины очень крутые. Выходили они, по-моему, полтора или два года назад последний раз. И выйдут, по-моему, только в конце этого года. Потому что выходит второй сезон сериала Аркейн. Так что копите его баксы, ждите, когда выйдет сериал. И может быть, может быть, выйдут данные скины. Далее у нас идет скин Козла. Это очень крутой скин, Рофельный. Мне он сразу понравился, когда он вышел в магазин предметов. Это не то Козел, не то Коза. Потому что я так и не разобрался. Если вы знаете, кто это, то напишите в комментарии. Козел это или Коза. Для меня это что-то между. Это вроде и Козел, а вроде и Коза, а вроде и не пойми что. Потом у нас идет Псих, который я получил за покупку по скидке Borderlands 3. Хороший скин. Знаю, многие его хотят. Многие его используют. Ну, хороший скин. Я за него часто не бегаю. Но в целом топчик. Потом у нас идет Сакура вместе с Чан Ли. Хорошие скины, особенно Чан Ли. Хороший скин. Я сначала не понял, зачем я его покупал, зачем я потратил 1500 баксов. А потом как понял, а потом как он мне понравился. Хороший скин. Далее у нас идут Ледяная серия скинчики. Не использую данные скины. Потом Призрачные скинчики тоже особо не использую. И далее у нас идет серия DC. В серии DC я обычно использую либо Харли Квинн, либо Чудо-женщину, либо Женщину-кошку. Но Женщину-кошку я обычно использую классическую. Вот такую. Хорошие скинчики. Если есть веб-баксы, то можете покупать. В целом, бегаю не особо часто, но бегаю за эти скины. Далее давайте перейдем к серии Марвел. В Марвел серии у меня куча скинов. Из них я, наверное, хочу отметить Звездную Бомбистку. Это не прям скин Марвел. Но скин хороший. По-моему, недавно я выходил в магазине предметов. Топ деваха. Плюс у нее есть стиль с курткой и без, там сапожками разными. Хороший скин. Советую к покупке. Далее, наверное, хочу отметить Человек-паук. Нет пути назад. Офигенный скин с актером Том Холландом. Офигенный скинчик. Плюс у него есть куча стилей. Хороший скин. Далее, наверное, идет мой самый любимый скин из Звездной серии. Это скин под названием Шельма. Шельма, когда она первый раз вышла, по-моему, два года назад. Я ее сразу купил. Фулл комплект. Он мне очень сильно понравился. Хороший скин. Красиво нарисовали. Мне она просто понравилась. Хорошая деваха. Далее у нас идут скинчики легендарной редкости и так далее. Тут просто не показано в шкафчике из-за бага. Разные арахниды. Блестки из-за БП. Также есть у меня скин Глоу. Это эксклюзив за Самсунг, который вышел в 10 сезоне. Хороший скин. Бегаю за нее крайне редко, но данный скин есть. Еще также у меня есть Галаксия. Скин за самую первую подписку отряда Фортнайт. Знаю, многим этот скин нравится. Многие ее хотят. Но, по-моему, этот скин больше никогда не выйдет, потому что это эксклюзив за подписку. Хороший скин. Бегал за нее в свое время, когда она вышла очень долго. По-моему, месяца полтора я за нее не снимаю. Бегал. Нормальный скин. Потом разные кастомки у меня идут. Злобы. Еще одна кастомка. Скины за боевые пропуска. Пандочка, кстати, есть, которые я купил за 2000 баксов. Раньше она мне не особо нравилась, но когда стали снимать головы медведям, и когда стали не превращаться в таких вот красивых вот девах, то я стал их покупать. Скины довольно-таки дорогие. Все эти мишки там по 1500, по 2000, но я думаю, оно того стоит. Хороший скин, проработанный, красивый топчик. Потом Galaxy у нас идет, который я выиграл в турнире. И другие разные скинчики. Давайте я вам пролистаю и вот некоторые покажу. Например, амплитуда будущего. Этот скин я получил за покупку PlayStation 5. Код на данный скин лежал в коробке, я его активировал, получил еще сверху 2000 баксов. Хороший скин. Бегал за нее так же долго. Я думаю, то, что это самый частый скин, именно эксклюзивный. Мне кажется, он есть почти у каждого. Потому что каждый там покупал либо же PlayStation, либо же можно было купить просто обычный контроллер от PS4 и получить данный эксклюзив. Так что вот так. Далее у нас идут разные мужики-горнолыжники. Еще куча скинов. Джек Скеллингтон. Офигенный скин, помню, его очень сильно хотел, купил, но не бегаю теперь. Еще новогодние скины, боевые скины из боевых пропусков. Дальше скин Balenciaga. Знаю то, что данную Ramirez хотят... Данную Ramirez хотят куча просто народу, но она больше не выйдет из-за скандала Balenciaga и Epic Games, потому что Balenciaga сняла какую-то там рекламу, особо не вдавался в подробности. После чего данные скины добавили в Blacklist и больше не выйдут, либо выйдут когда-то там, когда-нибудь, но не в данный момент. Вот. Скин в целом хороший, проработанный, стоил, по-моему, 1500 вебаксов. Нормально. Fashion-fashion полный этот скин. Дальше медасики разные, также кастомный скин вора. Мне его подарили, но я за него не бегал, за мужичка, я бегал за девах. Дальше у меня идет три горнолыжницы, которые также мне подарили. Спасибо вам огромное. Бегаю я обычно либо же за Китай, либо же за Великобританию. За обычную я обычно не бегаю, но тоже неплохой скин. Еще вижу тут Майкла Майерса, топовый скинчик. Еще Болинсиаги. Как раз Воришка и Женщина. Скин 11 из моего любимого сериала «Очень странные дела». Также она есть лысая. Ну, лысая как бы получше, думаю, выглядит. Мне нравится, хороший скин. Дальше Гуля есть. Скины Дюны есть. Есть печеньки, бомбистки, подписки в Fortnite есть. Набор стильных девах, вот этих вот вампирок, которые обычно на Хэллоуин выходят, но почти не использую. Вот только данный скин использую. Потом есть у меня набор сумречных легенд потусторонних. Добытчица есть. Хэлси есть. Наверное, один из самых моих любимых скинов из боевого пропуска за все время. Не знаю, часто за нее бегал, когда она выходила. И до сих пор бегаю. Хороший скин. Потом коллаборация с Airforia, Найками. Потом разные караси. Эви, которые я ждал на протяжении месяца и которая вышла совсем недавно. Разные наборы. Также Демогоргон есть. Коллаборация с Троном. Киберциклоп. Еще ковбойка какая-то. Лучи и Лучидор, которые мне подарили. Я за них, конечно, не бегаю, но данные скины присутствуют. Здоровяк. Вот этот скин. Ритуальная Федора. Многие ее хотят. Многим она понравилась. Хороший скин довольно-таки. Еще Болинсяга. И далее у нас идут скины Зеленой Редкости. Агент Рождества. Багряная Метка. Это Добытчицы, Архангел и многие другие скины. Вот. Вот этот скин я могу отметить. Скин Саура. Этот скин выходил в сезоне OG, либо же в сезоне, как раньше, который проходил на всего месяц. Мне этот скин очень сильно понравился. Потому что Добычица это самый первый мой покупной скин. Покупал я его в восьмом сезоне. Это мне сразу навеяло те воспоминания, когда я играл на своем телефоне. И когда я зашел в Фортнайт и увидел Добычицу, я офигел просто. Я думал, ваааа, что за скин ни разу такого не видел. Еще увидел на цену, потому что она стоит 800 баксов. Я сразу же купил. Вот поэтому я купил данный скин. Плюс в этом скине я играл на турнире Бустера. Воспоминаний с этим скином куча. И в целом мне очень сильно нравится данный скин. Не знаю, когда он появится в магазине предметов. И появится ли он вообще. Я думаю, появится. Но скин очень крутой. Советую к приобретению. Дальше у нас идут скинчик с Охотниками за проведение коллаборации. Данных скинов не было, по-моему, больше двух лет. В последний раз они были где-то в сезоне 18 или в 14. Точно не помню. Еще есть у меня скин с коллаборацией Феррари. Также этот скин очень сильно хотят. Но она не выходит. Вот, в принципе, все мои скины. Давайте вам еще раз их всех пролистаю. Вы на них посмотрите уже без моих каких-то комментариев. И уже после этого делаем вердикт моему шкафчику. Вот, в принципе, к концу и подошел весь обзор моего шкафчика. Пишите в комментарии, как вам вообще мой шкафчик. Также можете писать, какой шкафчик у вас, сколько у вас скинов, кирок и так далее. Я это все почитаю обязательно. Также, как я и говорил, не забывайте вводить мой тег автора в магазине предметов. Ведь это очень сильно поддержит меня и мой канал. Также подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всех люблю. До новых встреч. Спасибо вам огромное за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok